Как избежать несчастных случаев с детьми, кого приглашают пройти коридорами власти и какая выставка открывается в картинной галерее, расскажем в рубрике «Городовое слово» Валерии Скидановой. Сохраним ребенку жизнь. По таким названиям сегодня в мэрии состоялась пресс-конференция. На ней обсудили меры по предотвращению чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. С начала года в стационар поступило 166 несовершеннолетних с бытовыми травмами. Чаще всего несчастные случаи происходят с маленькими детьми из-за недосмотра родителей. В пищеводах и бронхах у малышей находят мелкие предметы и жидкости, не предназначенные для приема внутрь. Ответ несут взрослые. Что касается травм, что-то проглотил, что-то выпил, родители недосмотрели, то же самое проводится всесторонняя проверка, где принимается решение уже составления административного протокола по статье 5.35. Это не исполнение родительских обязанностей. То есть тоже за этот год у нас было приличено 418 родителей законных представителей несовершеннолетних. В этом году зарегистрирован один смертельный случай. Ребенок выпал из окна в многоэтажке. Вообще высотных травм среди детей много, отмечают специалисты. В среднем 15-17 в год. В избежание таких ситуаций родители просят не оставлять малышей без присмотра. Молодежь Магнитогорска приглашают пройти коридорами власти. Техническая игра состоится уже восьмой раз. Подать заявку на участие можно до 3 декабря. Игра приурочена ко дню Конституции Российской Федерации. Поучаствовать могут общественные учебные организации. Цель – задействовать молодежь в решении социальных проблем. Команда из 5 человек должна будет проследовать по маршрутному листу коридорами мэрии и справиться с предложенными задачами. Победители наградят дипломами и призами. Пройдет игра 11 декабря с 11 до 16.00. Заявки принимаются на электронную почту. Цвет и форма. В картинной галерее открывается новая выставка. На ней представлены работы магнитогорского художника Назира Гайфулина. Работы выполнены в различных техниках. Художник работает с глиной, деревом, камнем, гипсом. Также будет представлено большое количество графики и живописи. В творениях автора прослеживаются религиозные бытовые темы, а также история татарского народа. Очень интересные работы скульптурные представлены автором. В каждой работе заложен определенный смысл, философский смысл. Автор предлагает зрителю смотреться в каждое произведение, найти заложенный в нем определенный посыл и поразмышлять над работой. Выставка будет работать с 14 ноября до 7 декабря. Валерия Скиданова, Егор Суханов, информационная служба, медиагруппа «Знак».